Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогие мои, моя семья, Юлечка, Водиша, Теодорчик, мои родные и близкие, моя интернет-семья, все-все-все девчонки, мальчишки, все, кто присоединяется к нам сегодня, все, кто нас смотрит всегда, все, кто три месяца, два месяца, один день, один час, год назад, когда бы вы не присоединились, я вам рада, главное, пишите мне внизу, когда вы присоединились к нашей интернет-семье, и я буду о вас молиться. Итак, сегодня великий день, один из самых главных дней в моей жизни. Сегодня воскрес Иисус Христос, Он вознесся, но прежде Он пролил кровь свою, Он пролил свою кровь на кресте ради нас. Да-да-да, ради нас. Он, благодаря тому, что Он пролил свою кровь, мы Его кровью очистились, омылись, и теперь мы можем просить прощения, и будем прощены во имя Иисуса Христа, главное, с верой. Мы можем просить о здравии, и будем здоровы, если только это во имя Иисуса Христа, потому что так было написано и раньше, в Старом Завете. Мы знаем, что сначала появилась Тора. Тора – это книга Моисеева. Это первая часть этой книги Библия. И Новый Завет был дан уже с заповедью новой о любви. Люби ближнего своего, как самого себя, с которой и пришел к нам Иисус Христос. Давайте ее соблюдать. А то мне уже пытались тут написать сегодня про то, что на самом деле не является таковым. Итак, что написано в Библии? Давайте прочитаем об этих великих днях. Уже когда вознесся и сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, то есть был он с ними, а теперь он вознесся, что надлежит исполниться всему написанному, а мне в законе Моисеевом. И в пророках, и в псалмах. Пророков никто не отрицает, девчоночки. Никто. Тогда отверз им ум к разумению Писаний. Видите, отверз им ум. Иногда мы читаем Писание, но не уразумеем. А сейчас отверзайте свой ум. И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу. Надлежало девочке из мертвых в третий день и проповедану быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах. Девочки, во всех народах грехи нам прощаются, начиная с Иерусалима. С Иерусалима начинается. Вы же свидетели всему. Итак, мы прекрасно видим, что Господь Бог послал нам Иисуса Христа, чтобы с помощью Него старый завет ушел и явился новый, потому что были очень жестокие правила, которые уже исполнять никто не мог. забивались камнями женщины, забивались камнями мужчины за малейшее преступление. И в то же самое время был полный разврат Римской империи. Там творился просто разврат. Такой разврат. И куча богов, и башков, и прочее, прочее, прочее. И верили тем, кто на небе, и тем, кто под водой, и тот, кто. Ну, везде и всюду, в общем. Только не верили одному Богу, одному, который у нас один. Девочки, вот девочка мне, мусульманка, видимо, написала, что, ну, что-то там не то. Я вам хочу сказать, Господь Бог один на нас, на всех. А мы все веруем каждый со своей точки зрения. Кто-то со стороны руки, кто-то со стороны ноги, кто-то со стороны глаз, а кто-то со стороны головы. И вместе все это мы составляем одно целое, один организм. Мы все части Господа Бога. Потому что всех нас создал Господь Бог. Так же, как и в Коране, там Иисус Христос. И для тех девочек, которые мусульманки, я хочу прочитать часть Корана. Послушайте. Только послушайте внимательно. Вот сказал Бог. О Иисус! Я упокою Тебя и вознесу Тебя к себе. Видите, что в Коране написано? И вознесу Тебя к себе. Вознесся Христос все-таки. Я очищу Тебя от тех, кто не уверовал, от тех, которые последовали за Тобой. Видите? Вот мы – это те, которые последовали за Ним. Возвышу до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали. Затем вам предстоит вернуться ко мне. И я рассужу между вами в том, в чем вы разошлись во мнениях. Коран 3, 55. Итак, значит, прошу вас уважать нас, как написано в Коране. Я очищу Тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за Тобой, возвышу до самого дня воскресения. Вот я отношусь к тем, кто последовал за Иисусом Христом. И таких, как я, много. Вот мы именно эти люди, которые последовали за Иисусом Христом. И сказал Господь, я… То есть, другими словами, мы будем спасены те, кто последовал за Иисусом Христом. Вот и всё. Вот и всё. Потому что многие там какой-то Матроне верят, кто-то ещё кому-то, о ком даже в Библии не упоминалось. Даже слова об этом не было. А я верю в того, о котором упоминают все книги. Абсолютно все. Итак, девчоночки, вот с помощью Корана я тоже доказала девочке, которая мне написала не хотела. Ну, там, посмотрите, в недавних записях, там она мне написала. Поэтому давайте мы на тему политики, на тему религии, а особенно веры, мы никогда спорить с вами не будем. Потому что мы все одна семья, и у нас у всех один Господь Бог, скажем так. Итак, теперь что эти символы означают, которые вы видите? Вот это, вот это вот, означает, вот это означает церковь Христова, тело Христова. Это и похоже, видите, на церковь. И здесь написано две буквы Христос воскрес. Вот. Это церковь Христова, то есть тело Христова. Он говорил там в своих речах, когда был с учениками, что вы на последней вечере, вы вкусите мое тело, возьмите, ешьте мое тело. Вот так он говорил. То есть все то, что он нам дал, мы должны потреблять через Библию. Мы должны потреблять, впитывать как губка в себя и понимать. То есть самое главное, мы должны понять, когда будем вкушать этот хлеб, что Бог есть любовь любовь и любить друг дружку. Поэтому, девочки, я всех вас люблю, и мальчики тоже, и все, кто меня смотрит. Итак, мы будем кушать этот хлеб, который является телом Христова. Мы будем его макать в красное вино, просто макнуть и съесть. И это называется причастие святое, потому что вино будет красное, олицетворение его крови, которую он пролил и с помощью которой мы теперь можем обращаться к Богу через Иисуса Христа, посредством Иисуса Христа, для того, чтобы он нас увидел, узрел и простил. Или же сок можно использовать красный, виноградный, или же можно какой-то ягодный и точно так же макнуть и прочитать молитву Отче наш, попросить прощения за все и очиститься, причаститься. Вот так. Теперь вы скажете, а что же такое яйцо? Посмотрите, как я покрасила яйца. Я их покрасила вот таким вот золотым, причем как мраморные я сделала, вот такие вот. Видите, очень красивые. Они у меня получились, как мраморные яички мои. Так, сейчас покажу. Не разбила, нет. Сейчас, вот, посмотрите, как красиво. Посмотрите, сейчас покажу вам. Вот так вот. Видите, как красиво, девчонки. Тут у меня такой подносик. Кстати, который я сама сделала тоже из крышечки, из-под какой-то очень твердой коробочки. Я сделала такой подносик. И на нем я уже располагаю. У меня такое специальное полотенце есть. Вот такое вот, которое я стилю каждый год на Пасху. Или в корзиночку, или на подносик. И получается у меня очень красиво. Итак, а вот это вот по-украински написано. Это мне подарила девочка одна. То есть по-украински Велик День. Это Пасха. Велик День. То есть Великий День. Велик День. Это Пасха. А по-английски тоже очень красиво звучит ИСТЕ. ИСТЕ. Прямо похоже на слово ИСТИНА. ИСТЕ. Я очень люблю Пасху. Для меня это очень святой праздник. Поэтому я прошу, девчонки, никто не обижайте. Потому что даже кто будет, если мусульманочки, мои любимые, будут меня обижать. А там написано в Коране. Если вы думаете, что я не читала Коран. Нет, девочки. Я из мусульманской страны. Я познакомилась со своим мужем. И теперь живу тут. И я Коран читала. И меня с Кораном познакомил один парень. Ну, это другая история. Там четко написано. Коран 3,55. Вот сказал Бог. О, Иисус, я упокою Тебя и вознесу Тебя к себе. Я очищу Тебя от тех, кто не уверовал, а тех, которые последовали за Тобой. Возвышу до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали. Затем вам предстоит вернуться ко мне, ну, к Богу. И я рассужу между вами о том, в чем вы разошлись во мнениях. очень многие, даже мусульмане, этого не читали. Они не изучают Коран. И вот те, они заблуждаются. И они начинают уничтожать многие христиан, хотя они не понимают, что христиане, это вот в Коране именно вот эта часть. Коран 3,55. То есть Бог нас возвысит, христиан. Мы одно целое. И поэтому, когда мне говорят, не читайте Коран, я говорю, в Коране очень много чего умного написано. И я его читаю. Но моя книга Библия, Библия, потому что я-то последователь Иисуса. Вот так, только так. И если мы будем, я никогда не скажу, девчонки, не надо вот так верить, а верьте именно вот так, как я. Никогда я не скажу. Знаете почему? Потому что я считаю, что мы все разные члены одного организма, который создал Господь Бог. И мы в Боге, мы в Нём. Просто мы все разные Его члены. Это уже так написано в Библии. Да. Поэтому я никогда не буду говорить, допустим, католикам вы не так верите, а православным вы вот так, а баптистам так. а мусульманам так. А евреям вот так, которые в Тору, через Тору идут, по закону идут, по-другому, по-старому. Я не буду им по-другому. Они тоже придут, но просто им более жёстко надо закон исполнять. А это очень тяжело. Вот так вот, девочки. Ещё раз. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Он нас спас. И посредством Него мы можем к Нему обращаться. Я вас всех поздравляю. Все ваши семьи, всех ваших детей, всех ваших мужей, матерей, близких, сестёр, братьев, всех-всех-всех. Я вас люблю. И я рада, что вы со мной. И я за вас молюсь. И так, Господь Бог, спаси, сохрани все наши семьи, всех наших родных и близких. Господи, дай нам всем здоровья, дай нам благодать, дай нам силы прожить до следующей Пасхи в здравии, в радости, в благословении Твоем. И я молюсь за всех этих людей, которые смотрят меня. И я молюсь за семьи их тоже. Спаси их, сохрани, исцели больных. Господи, я молюсь за своих родных также и близких, за свою маму, за сестёр и братьев, за племянников, за внучатых племянников, за сына, за мужа и за всех, всех людей, которые идут через веру к Тебе, Господи. Слава Иисусу Христу! Слава! Аминь!